Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники и гости круглого стола, который проходит сегодня в информационном агентстве Двина Информ. Мы продолжаем серию мероприятий для прессы и для общественности, которые связаны с наиболее актуальными вопросами жизни Архангельской области. Сегодня мы обсуждаем вопрос, который является чрезвычайно болезненным, я бы сказал, который уже даже вызывал такие уличные акции. Это вопрос об отмене северных льгот. Как известно, существует такая тенденция, наверное, в политике, в законодательной деятельности сокращения количества льгот и замены. Предполагается, что эти льготы должны быть заменены повышением доходов населения. Эти инициативы воспринимаются болезненно, как правило, населением. Неоднозначно они воспринимаются также и представительной властью различного уровня, и депутатами, которые работают в органах местного самоуправления. Поэтому мы сегодня собрали здесь, в нашем пресс-центре, такой представительный состав экспертов. И я вам с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это Александр Владимирович Новиков, депутат Архангельского областного собрания депутатов от фракции КПРФ. Сергей Анатольевич Пивков, также депутат областного собрания от фракции ЛДПР. Павел Валерьевич Шевелев, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области. Юрий Вячеславович Шаров, депутат Архангельского областного собрания депутатов от фракции Справедливой России. Андрей Анатольевич Чураков, председатель Гражданской палаты Архангельской области. Евгений Вячеславович Яшин, преподаватель юридического института Северного Арктического федерального университета. Александр Николаевич Савкин, председатель Федерации профсоюзов Архангельской области. И Михаил Эдуардович Голышев, также депутат Архангельского областного собрания депутатов от фракции Единая Россия. Вот такой вот состав участников присутствуют и депутаты, и эксперты, которые могут высказать свое авторитетное мнение, постоять или пытаться каким-то образом провернуть тезис о необходимости отмены северных льгот. И я с удовольствием передаю слово нашему первому гостю, это Александр Владимирович Новиков. Пожалуйста, Александр Владимирович. Ну я бы... Здравствуйте еще раз. Что бы хотел сказать? Есть такое понятие, в воду камень бросил, пошли круги и смотрят, насколько они растекаются. Так и вопрос по северным льготам, он связан с тем, что брошен пробный камень. И можно было бы не обратить на него внимания, если бы он не был брошен столь ответственным чиновником, как министр правительства Российской Федерации Топилин. Фамилия символическая. В отношении северных льгот уж топить, так топить. Поэтому этот пробный камень вызвал, естественно, негативную реакцию. И прежде всего у северян. Нужно отметить, что сегодня заработная плата на севере, она, по сути дела, с северными надбавками, мало чем отличается, чем в других регионах Российской Федерации и даже на юге. А в то же время климатические условия как были, так и остаются. И все сказки, что у нас глобальный климат потеплеет, что мы живем в иных условиях, они по меньшей мере несостоятельны. Если говорить об отмене северных льгот, то, на мой взгляд, наиболее болезненно они скажутся в следующих направлениях. Это прежде всего выход на пенсию. Как мы знаем, что на северах на пять лет мужчины и женщины выходят по раньше. Второе, то, что безусловно коснется. Это раз в два года. Правда, может быть, это не везде выполняется. Но, тем не менее, проезд к месту отдыха, оплачивание. И я считаю, что северяне это также заслужили. Поэтому, на мой взгляд, вполне естественная реакция, которая была и в Архангельске. Вот сидит Александр Николаевич Савкин. Мы вместе принимали с товарищами участие в митинге в воскресном. И видим, что когда вопрос касается каждого человека, каждого северянина берет заглотку, значит, народ такой митинг идет. Поэтому, думаю, что на инициативу господина Топилина был дан адекватный ответ, в первую очередь, жителей города Архангельска. Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Пожалуйста, Сергей Анатольевич, ваше отношение и отношение, может быть, к вашей фракции, к предложенным этим нововведениям. Добрый день, уважаемые коллеги. Но я скажу и свое мнение, оно полностью совпадает с мнением фракций ЛДПР и в областном собрании депутатов, и нашими вышестоящими коллегами из Государственной Думы. Конечно, отмену северных надбалок мы не должны допустить с вами. И я думаю, показательно то, что мы здесь сегодня и собрались, и представители других фракций, я думаю, у нас мнение единое. Вы знаете, на мой взгляд, когда столь высокопоставленные чиновники делают такие заявления, наверное, это не совсем корректно. Может быть, мы бы отнеслись к нему не столь серьезно, если это было не сказано из уст самого министра, как сказал Александр Владимирович. И вообще, когда затрагивается такая щекотливая тема, особенно в такое тревожное время, а мы с вами понимаем сегодня, у нас есть и внешние факторы, влияющие на нашу страну, и будораживать население внутри, наверное, не стоит. И те, кто советовал сегодня министру эту тему поднимать, наверное, очень сильно ошиблись и не просчитали. В Москве тепло в кабинетах, а если бы эти товарищи приехали, поработали здесь, в наших условиях, я думаю, они бы эту тему даже не затрагивали. Поэтому у нас отношения, у нашей фракции, у нашей партии отрицательные, как менее северных надбавок, и мы, конечно, будем эту позицию отстаивать. Сергей Анатольевич, надо бы министру предложить пактным методам, поработать. Согласен. Сколько продержится? Да, сколько продержится. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Павел Валерьевич, министр труда, занятый из соцразвития Архангельской области. Если можно, не могли бы Вы рассказать, не все же зрители наши, слушатели, представляют себе, что такое вообще северные льготы, из чего они состоят, и о чем, собственно говоря, идет речь, что хотят отменить? Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего разговора. Во-первых, для меня несколько удивительно поставленный вопрос об отмене северных надбавок, потому что на самом деле ни я, ни мои коллеги, и ни Вы, в том числе, не видели ни одного нормативного правового акта, ни в проекте, ни в принятом виде, который бы однозначно говорил о том, что северные надбавки и льготы, которые установлены в законодательстве, будут отменены. Вот у меня есть подборка материалов. Эта подборка говорит о тех надбавках и тех льготах, которые установлены сейчас для жителей крайнего севера, или территории, которые приравнены к крайнему северу. И в этой подборке у меня есть выписка из российской газеты, которая вышла 27 октября 2014 года, где приведены слова министра труда Российской Федерации Максима Анатольевича Топилина. Зачитаю их. Наверное, может быть, это вызвало такую большую общественную дискуссию. Министерство предложило изменить основные подходы к порядку применения районных коэффициентов. И это вызвало широкую дискуссию на Общественном совете Минтруда России. В Общественный совет Минтруда России представители Архангельской области не входят. Он заверил, что до окончания дискуссии никаких решений без мнения профсоюзов, работодателей, научного сообщества принимать не собирается. А вот Общественный совет на этом заседании принял следующее решение, что вернется к рассмотрению этого вопроса в 2015 году. Может быть, вот эта статья в Российской газете и вызвала такую большую дискуссию. Хочу сразу упомянуть, что мы, как ведомство, по большому счету решающиеся, занимающиеся многими вопросами в сфере трудовых отношений, не получали какого-либо материала для, будем так говорить, приведения своей оценки или экспертного мнения для Министерства труда Российской Федерации. Буквально две недели назад, когда я узнал о том, что будут проходить митинги, о том, что общественности беспокоены сокращением северных надбавок, так вот назовем, виртуальным сокращением северных надбавок, я позвонил своим коллегам, конечно же, это не Максим Анатольевич, своим коллегам, которые работают в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, и получил следующий ответ. Я не буду приводить должности тех людей, с кем я разговаривал, потому что эта информация была получена мной неофициально. О том, что никаких, подчеркиваю, никаких документов в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, которые бы регулировали, как в внесении изменений в действующие документы по северным надбавкам, в части дополнения, изменения, уменьшения или ликвидации в Министерстве труда не разрабатывается, и в настоящее время предлагаться для обсуждений не будет. Единственное, что на различных экспертных группах, где участвуют представители Министерства труда и социальной защиты, обсуждается вопрос о том, что изменить подходы к применению северных надбавок в части улучшения жизни работников, проживающих на территориях Крайнего Севера или территориях, которые приравнены к ним. Вот такой мной был получен ответ. Никаких-либо других комментариев Министерство труда официально или неофициально не делает. Поэтому думаю, что очень здорово, что общественность отреагировала на слова Министра труда и социальной защиты Максима Анатольевича Топилина, но еще раз подчеркиваю, что со стороны Министерства официальных документов, изменяющие нормативно-правовую базу, уже действующие, не предложены. Если говорить о том, какие мы имеем с вами льготы и компенсации, то нужно обратить внимание на два закона. Во-первых, это Трудовой кодекс 315, 316 и 317 статьи, которые говорят о выплате районных коэффициентов и процентных надбавок в заработной плате. Нужно обратить внимание на федеральный закон номер 4520-1 от 19 февраля 1993 года о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих, проживающих в районах Украины и Севера и приравнивать к ним территориях. Эти законодательные акты регулируют назначение, но постановлениями правительства еще определены территории, которые относятся к тем территориям, в которых устанавливаются процентные надбавки в заработной плате и районные коэффициенты. Приказ Минтруда Российской Федерации от 22 ноября 1990 года, номер 2Н действует, который относит территорию Архангельской области к территориям, к иным местностям с особыми климатическими территориями для назначения процентной надбавки, так называемой северной надбавки. И распоряжение правительства Российской Федерации за номером 176-Р от 29 января 1992 года относит территорию Архангельской области к тем территориям, где применяется районный коэффициент. Я думаю, что если мы все внимательно посмотрим на эти документы, а не действующие документы, мы как раз и поймем о том, что на территории Архангельской области применяется к заработной плате начисление северной надбавки и районного коэффициента. У меня все. Я еще раз резюме подведу, чтобы лучше поняли наши читатели. Речь идет о том, что все нормативные документы, на основе которых, и законы, естественно, на основе которых мы получаем льготы или преференции, как люди, проживающие в сложенных климатических условиях, все эти нормативные акты действуют. Совершенно верно. Которые я назвал. Понятно. Хорошо. Большое спасибо, Юрий Вячеславович. Пожалуйста, Юрий Шаров, депутат областного собрания. Спасибо большое. Приветствую коллег, приветствую наших зрителей. Хотелось бы несколько поспорить с уважаемым министром. Дело в том, что мы присоединились, партия «Справедливая Россия» к тому митингу, который был в воскресенье. И для меня, как для человека, в общем-то, такого критично ознастроенного каким-то там нововведением подобного рода, я считаю, что маловероятно, что непрофессионально поступили профсоюзы, просто от того, что им делать нечего, взяли да вышли тут помитинговать. И на самом деле, причины-то были, и причины я их сейчас назову. У нас действительно, помимо Трудового кодекса, есть федеральный закон, который устанавливает вот эти вот трудовые гарантии, упомянутые, значит, законом, госгарантиях, компенсации для лиц, работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и в районах Нихо-Местостях. Но, все, что было сказано, значит, Павлу Валерьевичем действительно правильно, эти сейчас гарантии имеются, и никаких вроде бы причин для волнений для жителей Охранской области нету. Но 12 ноября в Госдуме, значит, в первом чтении, был рассмотрен федеральный закон, так называемая территория опережающего развития, в соответствии с которым 18-я статья «Особенность обсудовой деятельности у резидентов территории опережающего развития», «Пункт 3. Государственные гарантии, компенсации лицам работающих в резидентах ТОР, да, в районах Крайнего Севера, устанавливаются в соответствии с настоящей статьей». Таким образом, вот я с собой принес, это для нас и для, значит, наших, как бы, журналистов, вот такую вот карту. Значит, вот черным выделены, значит, территории Крайнего Севера. Вот чуть-чуть ниже, тут, наверное, не видно, но этот вот более таким темненьким светом выделены территории, приравненные к территориям Крайнего Севера. Так вот, значит, вот эта территория, вот это, по сути дела, Дальний Восток и Байкальские, значит, Байкальская территория, вот это вот будут территориями опережающего развития под той концепцией того закона, если он будет принят. Байкальская не будет. А? Байкальская не будет. За исключением части Амурской области, Приморской край и части Хабаровского края, все остальное входят. Что это означает? Это означает, что для почти третьей территории России будут установлены специальный правовой режим вот этих вот государственных гарантий, трудовых гарантий, да? Чтобы просто понимание было. Поэтому говорить о том, что никаких обсуждений, значит, в России нету, это неправда. Территория, значит, можете сами посмотреть 18 статью закона, конкретно обсуждение идет. Помимо обсуждений нет для Архангельской области пока что. Вот открываем 15 октября 10-го, 14-го года российскую газету. Значит, поручение Медведев дал о разработке такого закона давным-давно. Значит, конкретно вот в середине октября, цитирую Медведева, ожидается, что территории, опережающие развитие на Дальнем Востоке, начнут действовать с будущего года, более чем на 10 площадках. И, внимание, через 3 года данная модель может быть распространена и на другие территории в России. Что это означает? Это означает, что руководитель исполнительной власти в России заявил, что правовые режимы специальные и для экономических и хозяйствующих субъектов, и, в частности, по трудовым гарантиям, они могут быть распространены на всю территорию России. Вот то, что касается, скажем, территории, вот ту, которую я показывал, вот эти вот крайние северы и так далее. Поэтому говорить о том, что профсоюзы просто так вышли от того, что им нечего делать, это неправда. Я считаю, что вообще и конкретно Александр Николаевич Савкин, и весь, значит, профсоюз областной молодцы в том, что они, значит, сформировали политическую волю и вывели людей для того, чтобы показать, прежде всего, федеральному правительству, что подобные даже заявления, они являются недопустимыми. Не буду очень долго вспоминать историю вообще от этого собственного вопроса, но, насколько я помню, это с конца 20-х годов. Это еще большевики первого созыва, в общем-то, устанавливали подобные, значит, льготы для северян, для того, чтобы привлечь сюда людей. То, что происходит сейчас на федеральном правительстве, да, вот эти вот либеральные заявления, по большому счету, это, знаете, такое создание как раз такого климата, чтобы еще больше, значит, можно ведь не принять закон, да, вот конкретно для Архангельской области, но спровоцировать такими заявлениями то, что люди завтра чемоданы соберут и, в общем-то, уедут из Архангельской области. Поэтому фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, значит, в первом чтении поддержала этот закон, но с учетом того, что будут подготовлены поправки ко второму чтению. Что касаемо отмены северных льгот и иных трудовых гарантий, однозначно фракции и в Государственной Думе, и депутаты, и лидеры регионального отделения в Архангельской области выступают против вот этих вот всех ликвидаций. Ну, в общем-то, у меня все, я думаю, если будет необходимость, я еще добавлю. Константин, я бы добавил еще, я бы немеркно слушал Павла Валерьевича, в 92-м году уверяли, денежной реформы не будет. Она произошла помимо воли и сознания. Гаврили, дефолта не будет, он прошел в августе 98-го года. Поэтому вот эти опасения, они достаточно носят обоснование, серьезное. Потому что, когда мы говорим, что документы там не готовятся, и вроде там чуть ли министр так это завалированно сказал, жизнь просто, она показывает, что говорят, не будет, значит, подготовлено. Спасибо, Александр Владимирович, но я хотел бы заметить, что Павел Валерьевич не утверждал, что реформы никакой не будет. Он говорил, что не существует никаких документов или, по крайней мере, даже проработок изменений. Для Англиской области совершенно прав. Никаких проработок нету, но вот я уже сказал, что конкретно для третьей территории России такие проработки есть. И они выражены в форме документов, рассматривающихся сейчас на федеральном уровне. Спасибо, Юрий Вячеславович. То есть, насколько я понимаю, ваши опасения заключаются в том, что у нас предполагается создать в стране территорию с новым правовым статусом, территорию приезжающего развития, и Архангельская область может просто не попасть в их число и таким образом лишиться каких-то... Нет, неправильно. Она просто может попасть. Как раз мы можем попасть. И знаете, вот здесь вот еще приведу тогда, если вы мне дали слово. 15 ноября во Владивостоке вице-премьер федерального правительства Юрий Трутнев заявил о том, что в течение 10 лет подобные территории они могут привлечь на Дальний Восток более 600 миллиардов частных инвестиций и порядка 40 тысяч рабочих мест создать. С одной стороны, мы же тоже понимаем, что там сидят люди, которые думают о благе для России, да, и действительно вот этот вот особый правовой статус, он позволит, скажем так, привлекать и частные инвестиции, и государственные инвестиции, и в том числе и иностранного происхождения. Но с другой стороны, у нас одна из статей Конституции говорит о том, что Россия — это государство социальное. И мы, когда берем за развитием какой-то территории и просто берем вот так за скобки, выводим 18 статьей закон о территориях, значит, опережающего развития, вот эти все социальные завоевания, которые были предыдущими поколениями сделаны, это тоже неправильно. — Спасибо большое. Я хотел бы сейчас немножко прервать наше движение по часовой стрелке, по кругу, и передать слово Евгению Вячеславовичу Яшину, преподавателю юридического института САФУ. Евгений Вячеславович, внесите ясность, расскажите нам, пожалуйста, нашим зрителям о том, каким образом вообще в принципе могут быть отменены северные льготы. То есть что для этого нужно? Новый закон или достаточное распоряжение правительства? Вот у нас некоторые нормативные акты, они ниже стадусом, чем законы. — Здравствуйте, коллеги, телезрители. Прежде всего, чтобы отменить какие-то поправки, прежде всего необходимо отменить гарантии, которые у нас закреплены в Трудовом кодексе и в других законодательных актах, потому что подзаконные акты их просто раскрывают. Но прежде чем унести, все равно необходимо исследовать не только законодательную базу, но и общественное мнение. Потому что, как мы видим, резонанс не только изменений уже затрагивает регионы, но только слухи о том, что какие-то поправки будут, уже вносят широкий резонанс в общественные массы. Я, как преподаватель, непосредственно сталкиваюсь с нашими молодыми специалистами, которые все-таки наше будущее, будущее региона. Вчера провел небольшой соцопрос в наших сетях, уточнил, как они относятся к этим слухам и какие их действия планируются в случае все-таки введения каких-либо ограничений льгот. И более 50% респондентов сказали, что они покинут регион сразу после окончания университета. То есть, считаем, что данные изменения не должны касаться Архангельской области, потому что наш университет все-таки носит арктический вектор, и специалисты, которые готовятся, должны оставаться у нас в регионе. Понятно. Ну, еще раз, если можно, к законодательному, к юридическому моменту. То есть, для того, чтобы, предположим, кто-то задался целью, какой-то злоумышленник, лишить всех жителей Архангельской области всяких северных льготных баллов. Что ему нужно сделать для этого? Нужно нести, прежде всего, законопроект в Государственную Думу. Законопроект должен быть принят и подписан резидентом в итоге. И только на основании этого льготы будут приняты. То есть, все-таки на уровне законодательства. На уровне законодательства. На уровне принятия закона. Большое спасибо, Евгений Вячеславович. И мы снова возвращаемся к депутатам Архангельского областного собрания. Пожалуйста, Михаил Эдуардович Голышев, фракция «Единая Россия». Добрый день, уважаемые коллеги, участники нашего сегодняшнего обсуждения. Действительно, тема, которую мы сегодня обсуждаем, она особенно актуальна для нас, наверное, потому что мы все с вами живем на севере. Не случайно вот сейчас проходят Ломоносовские чтения, и там, наверное, на многих секциях обсуждаются эти вопросы развития именно северных территорий. А мы видим, что, конечно, в последнее время государство начинает мало удивлять проблемой развития наших территорий, потому что с каждым годом количество желающих потенциального возраста работников, которые находятся в трудоспособном возрасте, они выезжают за пределы Архангельской области. От 15 до 20 тысяч у нас информация. Такая лица молодого в возрасте до 30 лет выезжает из Архангельской области, также выезжает из города Северный Союз. И это, конечно, также создает большие проблемы у работодателей, которые реализуют сейчас на севере крупные проекты. Это предприятие оборонно-промышленного комплекса и тех предприятий, которые занимаются добычей углеводородов здесь у нас на севере. И, конечно, мы, когда смотрим историю этого вопроса, мы смотрим, что государство создавало правила игры на север. Оно привлекало какими-то определенными законодательными актами людей на Дальний Север, чтобы мы его осваивали. И государство получало какие-то дополнительные и полезные скота, и мы здесь на севере, и какие-то вопросы, связанные с развитием и созданием оборонного щита. И мы сегодня видим, что государство не должно, на мой взгляд, уходить и сделать это, что рынок все отрегулирует, отрегулирует вопросы заработных плат, отрегулирует вопросы привлечения сюда дополнительных, наверное, трудовых ресурсов. Все-таки правила игры должны определять государство. Это моя глубокая позиция. И государство не должно уходить от этого сложного вопроса. И, конечно, когда мы видим, что сейчас начинается обсуждение этого вопроса, на каких-то определенных отдельных территориях мы хотим внести в качестве эксперимента какие-то другие вопросы, связанные с привлечением туда бизнеса, с привлечением капитала, с привлечением трудовых ресурсов. Конечно, это можно обсуждать, но это должно обсуждаться, во-первых, с привлечением, наверное, широкой общественности. Я думаю, что Павел Валерьевич сказал, что мы не входим в общественный совет, когда обсуждают такие значимые вопросы, связанные с нашим регионом. Хотелось бы, чтобы представитель Архангельской области был в этом общественном совете. Может быть, вы здесь и не... Я сейчас не могу, что на общественном совете само слово «общественный» не подразумевает ни написание заявления, что прошу внести чиновника Архангельской области в общественный совет. Я думаю, что здесь сейчас решим, выберем кандидатуру и направим кандидатуру. Давайте сначала все выскажемся. Да, пожалуйста. Поэтому, конечно, здесь мое личное мнение, наверное, и как представителя фракции «Единая Россия», и как представителя предприятия, которое занимается вопросами обеспечения обороноспособности нашего государства. Конечно же, мы с учетом того, что какие-то произойдут изменения, и государство не будет регулировать это правовое поле по привлечению и созданию каких-то дополнительных год и преференций для работников на Крайний Север, мы потеряем. Мы потеряем с точки зрения привлекательности условий труда на Севере. Мы не сможем привлечь дополнительные трудовые ресурсы из других регионов России, когда не будет каких-то дополнительных год и гарантий. И, конечно, в целом, наверное, будет потеряно время, когда будет выстраиваться, так называемый, может быть, самый регулированный механизм для того, чтобы создать условия для людей, чтобы они ехали на Север. Поэтому, наверное, сейчас нужно, прежде чем принимать такие решения, несколько, 10 раз взвесить все, и потом, с учетом всех уже мнений, наверное, какие-то решения, если они нужны, будут необходимы, то их принять. Поэтому я думаю, что решение этого вопроса, оно слишком сложное, чтобы однозначно высказаться. И одно ведомство, когда это идет из, наверное, от Министерства труда, есть другие регионы, есть Минрегион развития, есть Министерство, которое за него связано с добычей природных ресурсов. У них у каждого свои задачи здесь. Поэтому по этому направлению, когда мы говорим, что одно ведомство высказывает такую позицию, хотелось бы узнать позицию других министерств и ведомств, которые занимаются развитием регионов Крайнего Севера. Я думаю, что у них, может быть, возникнут и совершенно разные мнения по данному вопросу, потому что каждый, наверное, отвечает за свое направление. Спасибо, Михаил Дуарович. Я хотел бы вам уточняющий вопрос задать. С вашей точки зрения, насколько обоснованы вообще эти страхи? Вы же представитель партии власти, может, до вас там по партийной линии доходят какие-то случаи? Насколько серьезно это угроза? Уважаемый Толик, как Павел Владимирович сказал, я, в общем-то, перед нашим сегодняшним круглым столом, я просмотрел все материалы, которые касаются вот этой темы, которые были открыты в прессе, в средствах массовой информации, в интернете. И действительно, в настоящее время никаких документов, которые направлены были для вынесенного обсуждения, это проекты каких-то законодательных фактов, проекты законов, постановлений правительства, их, конечно, нет. Единственное, что удалось, это все, все льготы Крайнего Севера, все дополнительные гарантии предназначаются, что они придут на уровень коллективных договоров, которые будут заключаться с работниками. Где-то это прозвучало в каких-то средствах массовой информации. Но вот моя позиция такая, что, конечно, государство не должно уходить, и правила игры должно определять государство. Для того, чтобы не потерять Север. Потому что, действительно, если мы потеряем Север, то затраты по привлечению и освоению его вновь будут гораздо больше, чем сейчас, чтобы сохранить те льготы и тех людей, которые сегодня здесь, на этой территории проживают. Большое спасибо. Это в полтора раза больше, чем все запасы стран Просидского залива. Вообще, с этой точки зрения, государству даже невыгодно уходить с Севера. Потому что, в полном смысле этого слова, вахтовым методом добывать все эти углеводороды, их просто невыгодно. Поэтому здесь еще такой есть один момент, который надо учитывать. Что, значит, уход с Северов, вот если он произойдет, то он вызовет удержание. Вот то, собственно, как бы. Спасибо, Юрий Вячеславович. Но я думаю, никто не сомневается в том, что России нужен Север. Весь вопрос в том, где взять деньги на поддержание социальной инфраструктуры. Где деньги ЗИН. Да, где деньги ЗИН. Это же самый болезненный вопрос. Я передаю слово Александру Николаевичу Савкину, председателю Федерации профсоюзов Архангельской области. Я напомню, что именно Федерация профсоюзов организовала, проводила митинг, который прошел у нас в субботу. И в воскресенье. И в воскресенье, да. В Архангельске и в Северодвинске. И Александр Николаевич, насколько это было актуально? Может быть, не стоит действительно бояться? Может быть, ничего страшного не грозит нам? Добрый день, уважаемые друзья, товарищи. Вот, к сожалению, да, сегодня на нашем круглом столе, вот кроме Михаила Эдуардовича, да, не присутствуют представители работодателей. Тут я недавно почитал газету «Бизнес-класс», не помню, прошлый или позапрошлый номер. И там очень активно представители, но в основном, некрупного бизнеса и, так сказать, экспертного сообщества, так скажем, да, высказывались за то, что вся система устарела, все давно пора отменить, лишняя нагрузка на бухгалтерию и так далее, и так далее, да. Просто сложно дискутировать в аудитории, где, в принципе, достаточно единодушное мнение. Тут вот Павел Ильич сказал, что вроде как все не так плохо, да, вот тут уже сейчас приходится опонировать только ему, да. На самом деле законопроект о территориях, опережающего развития внесен, в первом чтении принят. Вроде как будто нас он пока не касается, да, хотя там вот четко сказано, и Вячеславович зачитал одну статью, да, что государственные гарантии компенсации лицам работающих, ну, так скажем, в ТОРах, да, устанавливаются в соответствии с настоящей статьей, а настоящая статья 18-я устанавливает только одну социальную гарантию, о том, что минимальный размер оплаты труда лиц, вот работающих у резидента в ТОРах, не может быть ниже величины прожиточного минимума. Все, все гарантии, да. И на самом деле по истечении трехлетнего периода территория распространения данного закона, это не только Дальневосточный федеральный округ, но и вся территория Российской Федерации. То есть сегодня пока вроде бы нас не касается, но мы же прекрасно понимаем, сегодня дискуссия, сегодня мнение, а завтра законопроект. И мы прекрасно помним, опять же, лет 10 назад была большая дискуссия по 122-му закону, и уже когда было внесено все в Государственную Думу, а там это по работникам Крайнего Севера, и право не на к ним местности ударило очень сильно, тогда уже спорить было поздно. Поэтому и мы также прекрасно понимаем, что решение по этому вопросу будет приниматься не на региональном уровне, а на уровне федеральном. И сегодня мы, как законодатели, например, областного собрания, здесь по большому-то счету даже и бессильны. Один из немногих посылов, который способна услышать власть федерального центра, это протестные действия. И поэтому здесь, где-то может быть опережая, где-то упреждая, при поддержке политических партий многих, мы совершенно осознанно, профсоюзы, при поддержке как профсоюзных организаций, так и простых жителей, вышли в субботу на митинг в Северодвинске, а в воскресенье в Архамильске. Посыл прозвучал людям, обостряющим эту дискуссию, достаточно четкий, руки прочь от северных. Потому что сегодня я пока не слышал ни одного аргумента, почему их нужно отменить, чем эта система сегодня мешает. Точнее, один слышал – лишняя нагрузка на бухгалтерию. Хотя, опять же, я почитал стенограмму заседания общественного совета при Министерстве труда, там сказано, что сегодня работники, работодатели на свободном рынке труда договариваются о заработной плате, допустим, на Крайнем Севере, и потом уже бухгалтерия с помощью системы 1С расчленяет ее на постоянную составляющую, северную, переменную составляющую и так далее. То есть даже, я так понял, что работы на бухгалтерию не особо много, есть программа 1С, раскидать по северным и так далее, не так уж и трудно. То есть на сегодня чем помешала вот та система, которая сейчас, я слышу только лозунги. Она устарела, это анахронизм и так далее, и так далее. Может быть, потому что принято в советское время. Может быть, кто его знает, да. А вот минусов в случае отмены этой системы мы назвать-то можем не один десяток. Минусов-то огромное количество. И сегодня крайне лукавят те работодатели, я не беру бюджетники, там будет вообще катастрофа. Сегодня крайне лукавят те работодатели, которые говорят, что зарплата работника – это предмет договоренности работника и работодателя. Заработная плата ни в коем случае не будет снижена. Сегодня совершенно четко, поверьте мне, работодателю, ну не всем, есть социально ориентированный работодатель, как звездочка, как Севмаш на самом деле, да, но огромное количество работодателей. Дай только волю. Ослабь только вот это законодательное урегулирование заработной платы. И мы получим зарплату на уровне МРОТа. Сегодня огромное количество заработной платы находится в тени. И сегодня вот эти 70-120% северных, они хотя бы частично позволяют ее обелить. Что будет заработной платы, если эти 70-120% можно будет даже и не показывать? Тогда мы увидим в тени не три четверти зарплаты, не половину зарплаты, как сейчас, а гораздо больше. Кроме того, мы должны совершенно четко понимать, даже если работодатель и работник договорились на определенный уровень заработной платы – 35-40 тысяч рублей, и завтра с отменой северных эта заработная плата не снизится, то мы должны четко понимать, как любой умный работодатель эту постоянную составляющую заработной платы, вот 70 или 120%, это на сегодня постоянная составляющая заработной платы. Любой нормальный умный работодатель, я поступил бы на его месте точно так же, запихает ее в переменную составляющую заработной платы. А переменная составляющая – это играй как хочешь. Сегодня я ее плачу, а завтра конфликт с трудовым коллективом, конфликт с профсоюзами, я ее не плачу. То есть, вроде бы сегодня эти 35-40 тысяч останутся, а завтра переменная составляющая заработной платы не там. Предприятие не выполнило план, там еще чего-нибудь и пошло-поехало. То есть, мы говорим о том, что беспокоиться есть о чем. Да, завтра ничего не отменяют, но послезавтра вполне возможно, что наступление пойдет. Поэтому наша задача, вот в том числе и с помощью протестных действий, вывернуть вот эту дискуссию, которая сегодня снова обострилась на федеральном уровне с подачей Министерства труда Российской Федерации, вывернуть ее в такое русло, чтобы даже и речи не было о том, чтобы ее тронуть. Вот эту задачу мы ставим, и мы будем ее и добиваться. Когда уже будет что-то внесено конкретно, не дай Бог, но тогда уже будет не один митинг, и не два, и не по три, не по пять тысяч человек, а гораздо больше. Спасибо, Александр Ильич Павлович. Можно немного о митингах, еще буквально два слова. Сколько людей на них пришло, кто были эти люди, кто организовывал эти митинги? Это профсоюзы организации или как-то так вот самотеком люди пришли? Инициатива здесь принадлежит и заявка на митинги была конкретно на оба и в Северодвинске и в Архангельске Федерации профсоюзов Архангельской области. По нашим данным, подчеркиваю, по нашим данным, в Северодвинске собралось около двух тысяч человек, в Архангельске почти три тысячи человек, чуть меньше. Участвовали все. Мы приглашали абсолютно всех. Естественно, это было огромное количество профсоюзных активистов, просто трудящихся членов профсоюза. Были не члены профсоюза, ветераны, пенсионеры, простые горожане, простые Северодвинцы, Архангелогородцы, которые считают, что не должно в эту систему ничто изменять. И какое настроение у людей? Потому что ведь митинги бывают разные. Мы помним в начале 90-х, например, когда были голодные марши, кастрюльные бунты и так далее. Насколько сейчас люди готовы идти на… Насколько агрессивно они настроены? Мы пока в этом плане ситуацию не мониторили, но сегодня наша задача была четко сказать, что мы против принять соответствующие резолюции и отправить ее в правительство Российской Федерации, в Государственную Думу, ну и работодателям, как бы в средствах массовой информации они могут с этой резолюцией ознакомиться. О том, чтобы даже и мысли не было эту дискуссию углублять и как-то дальше ее развивать. Если со стороны власти и работодателей будут предприняты какие-то новые шаги, тогда мы, соответственно, будем продумывать наши ответные, потому что здесь мы сдаваться не намерены, это однозначно. Областная Федерация профсоюзов действует сама по себе или у вас есть какая-то интеграция с другими северными регионами? Мы все ходим в Федерацию независимых профсоюзов России, мы просим, требуем от наших коллег, пока по северо-западу, Карелия, Коми, Мурманск, проводить аналогичные мероприятия. В ряде регионов, знаю, буквально в ближайшее время они будут уже запланированы, то есть как минимум мы просим высказывать, если уже не на митинге, то хотя бы мнение своих общественных организаций, своих федераций профсоюзов региональных и точно такие же резолюции отправлять в органы власти. И та же самая работа проводится с другими северными регионами. Здесь Архамьевск, Северодвинск первые, но мы должны быть не единственные. Спасибо. Это был Александр Николаевич Савкин, председатель Федерации профсоюзов Архангельской области. Я передаю слово завершающему участнику нашей дискуссии Андрею Анатольевичу Чураков, сопредседатель Гражданской палаты Архангельской области, публицист, политик, наверное, можно так сказать, и человек независимый во всех отношениях. Андрей Анатольевич, пожалуйста, как Вы оцениваете угрозу, как Вы оцениваете реальность отмены северных льгот, и каков Ваш прогноз, как будут дальше развиваться события? Я сижу и думаю, специально так организаторы Круги Восстала построили нашу беседу о том, что в конце вот этого круга будет поступать человек, который за то, чтобы отменить льгот. Вы догадывались об этом, или это получилось так спонтанно? Это случайно. Это случайно. Тогда давайте, поскольку я на самом деле являюсь сторонником того, что существующую систему давно назрела пора реформировать, я постараюсь свою точку зрения обосновать. Первое, что вспомнилось, это по памяти цитирую Ильфа и Петрова «Возбудить ненависть масс два раза». Вот в Северодвинске в субботу первый раз, в Архангельске второй. Возбудили, галочку поставили, люди пришли, помитинговали. На самом деле повода для митингов не было. На самом деле, что касается Архангельской области, и профсоюзы, и те политические партии, которые поддержали эти акции, провели работу, которая, наверное, скажется в плюс только как общественные деятельности этих политических и неполитических организаций. Ну, если это, да, так сказать, рассматривать как вашу, так сказать, такую политическую деятельность, то, наверное, это хорошо. Если мы говорим о льготах, то я думаю, что в следующий раз надо внимательно подумать, да, так сказать, выводить людей на митинги или не выводить. Второй момент, что касается самой проблематики, обсуждаемой сегодня на круглом столе. Если мне не изменяет память, в 67-68 году впервые был принят закон, который определил специальные условия и оплаты труда и ряд еще, да, так сказать, льгот, которые для нас, для жителей Севера тогда, на тот момент стали очень серьезным таким подспорьем. На самом деле Советский Союз проводил достаточно последовательную политику по закреплению населения в районах с неблагоприятными климатическими условиями, и в рамках, так сказать, своей политики принятые решения способствовали в том числе, да, так сказать, развитию города Архангельска. Это еще совпало с тем, что была принята соответствующая программа по строительству городов Мурманска и Архангельска, и здесь наш регион, ну, что называется, вдвойне выиграл вот при таком стечении обстоятельств. Следующий момент, который, да, так сказать, необходимо вспомнить, и я принимал участие 20 лет назад в дискуссиях вокруг закона о Северах 93-го года, и уже тогда вот с теми коллегами, с которыми я разговаривал и здесь в Архангельске, и те люди, которые работали в Москве, с кем я имел возможность общаться, они понимали, что система, сложившаяся в рамках плановой экономики, система, сложившаяся в распределительной экономике, она не может быть эффективной в условиях рынка. Но, к сожалению, в 93-м году изменить эту систему не было возможности, прежде всего по политическим моментам. Во-первых, население еще не было, да, так сказать, готово к достаточно, да, так сказать, радикальным реформам. Во-вторых, не секрет, что на тот момент наша Государственная Дума представляла из себя, да, так сказать, орган, в котором в большинстве были представители коммунистической партии и провести данный закон, ну, по крайней мере, да, так сказать, ситуация коренным образом отличалась от того, что сегодня мы имеем, хотя, ну, это тоже так условно. Тогда не сложилось, тогда практически с небольшими дополнениями, изменениями мы сохранили северные льготы, и вот здесь, да, так сказать, мы, как бы, на моей памяти, третий раз мы, да, так сказать, возвращаемся к этому вопросу. Я считаю, что на самом деле изменение порядка, да, так сказать, льготирования людей, которые работают в условиях Крайнего Севера, оно назрело и оно неизбежно. Вот приведу просто, да, так сказать, примеры, о которых значит, профсоюз у нас, так сказать, мечтает. Что касается бюджетной сферы, да, здесь, поскольку это распределительная система, здесь люди получают надбавку, да, так сказать, в автоматическом режиме. Что касается всех тех, кто не работает в бюджетной сфере и кто не получает свою зарплату от нормальных, обычных граждан-многоплатильщиков. Если бы система льготирования людей, проживающих в трудных климатических условиях, была построена с учетом выделения специальных средств с федерального уровня, то тогда, наверное, можно было бы, да, так сказать, и по-другому это рассмотреть. Но на сегодняшний день северные льготы бизнес платит из, условно говоря, собственного кармана, из прибыли. Все предприятия, которые не являются бюджетными, вынуждены нести, да, так сказать, затраты на исполнение фактически, как бы, да, так сказать, уже прозвучало здесь, государственных социальных функций. К чему это ведет? С одной стороны, это ведет к тому, что бизнес, да, и предприниматели, на самом деле, к этой функции относятся чисто формально, выделяют соответствующие проценты в отчетности по бухгалтерии, и дальше, да, так сказать, человек получает ту зарплату, которую предприниматель или которую бизнес, да, так сказать, готов на сегодняшний день платить. Но это только одна сторона. Вторая сторона, она гораздо глубже, она гораздо серьезнее. Из-за того, что предприниматели сегодня у нас вынуждены нести, да, так сказать, вот эту дополнительную, фактически государственную функцию, у нас на севере наши предприниматели теряют конкурентоспособность. У нас себестоимость продукции получается выше, нежели чем в средней полосе, где этих надбавок нет. На мой взгляд, менять систему нужно в каком направлении? Во-первых, если у государства на сегодняшний день начинает формироваться очень внятная, понятная и долгосрочная перспектива по освоению арктических территорий, вот здесь я бы хотел всем присутствующим порекомендовать уже использовать формулировку не север, да, а Арктика, мы с вами уже с мая месяца проживаем в арктической зоне. И вот что касается развития арктической зоны, я думаю, что здесь не за горами принятие специальных законов на федеральном уровне, которые позволят в арктической зоне закреплять население, делать работу в арктической зоне для людей привлекательной, в том числе и с точки зрения оплаты труда. Но меня всегда смущало, еще даже в советских времен, меня всегда смущало, почему северные льготы распространяются неравномерно по отношению к сотрудникам, которые работают вот здесь у нас, допустим, в Архангельске. Почему директор предприятия на сегодняшний день себе в качестве северной льготы может, да, так сказать, получать 100 тысяч рублей, а человек, который, да, так сказать, занимается уборкой помещений в этом предприятии, северная льгота для него составляет 3 тысячи рублей. Ведь северная льгота в своей сути это что? Это компенсация нашего, да, потери здоровья, потери, да, так сказать, каких-то, да, так сказать, жизненных сил из-за того, что мы работаем в отсутствии светового дня, в отсутствии нормальной температуры для жизни. Значит, компенсация, она должна покрывать что? Расходы на приобретение теплой одежды, расходы на приобретение тех продуктов питания, которые восполнят содержание витаминов в нашем организме. Будет компенсировать проезд, по крайней мере, да, так сказать, людей в отпуск для того, чтобы можно было восстановиться. Это и удлиненные отпуска, которые сегодня еще не упомянули, да, так сказать, у нас они немножко длиннее. И это, безусловно, выход на пенсию предварительный. Так вот, я думаю, что государство должно на сегодняшний день сформировать такую программу, особенно в отношении арктических зон, которая бы предусматривала, что на каждого человека, который работает в этой системе, должна быть выделяться фиксированная сумма из федерального бюджета, включающая в себя те затраты, о которых я сказал. Но и это еще не все. Когда мы говорим о северных льготах, меня всегда поражало, почему дети, которые, да, так сказать, растут здесь в этих суровых климатических условиях, почему они никоим образом государством не защищены с точки зрения, да, так сказать, вот этих государственных интересов, почему дети не компенсируют, да, так сказать, то, что они проживают здесь. С пенсионерами решили. Я думаю, что именно по перспективе реформирования системы должна быть выстроена позиция и в отношении и студенчества, и школьников, и тех, кто только что родился. Потому что не секрет, что затраты, да, так сказать, на содержание ребенка в Архангельске гораздо выше, нежели чем, да, так сказать, затраты на воспитание ребенка где-нибудь в Подмосковье. Вот это моя принципиальная позиция. Я 20 лет назад, да, так сказать, думал именно вот об этих вещах, и за 20 лет у нас ничего не изменилось. Меня извиняюсь, да, так сказать, я, может быть, жестко скажу, но мне интересно, когда сидит представитель правительства области, профсоюзы и все фракции областного собрания, говорят, мы ничего делать не будем. Думать надо о перспективе, а не митинги устраивать. Извиняюсь. Спасибо, Андрей Анатольевич, за Ваше резкое эмоциональное. Я все-таки хотел бы, чтобы Вы краткое резюме подъявили. То есть Вы считаете, что северные льготы вредны, потому что они ложатся с дополнительной нагрузкой на бизнес, на экономику? И не только. Они создают социальное неравенство. Вот сидит КПРФ, подтвердит, почему директор получает в качестве северной компенсации одну сумму, а уборщица другую. Кто мне объяснит? Они что, в разных температурах существуют? Нельзя привязывать северные льготы к зарплатам. У нас в Советском Время разница была вот такая существенная между средним уровнем работника и руководящим составом. Такого ведь не было. А у нас, на секунду, а у нас, например, в нынешней ситуации, глава, скажем так, муниципального образования может получать зарплату 80 тысяч рублей, а руководитель МУПа – 1300. Понимаете, я могу назвать эти конторы, которые получают такие зарплаты. Поэтому здесь не надо с больной головы на здоровье перекладывать. Это, по сути дела, можно так сказать, ну, некорректно может название, это рудимент советский, но это очень хороший рифт, рудимент. Когда мы принимали Конституцию… Проклятое наследие социализма. Когда мы это принимали, это как раз одна из базисов социального государства. Вопрос в том, что, я с вами согласен, вот в одном, в том, что мы обязаны, значит, мы, имею в виду федеральное государство, да, Россия, обязаны установить дополнительные выплаты населению за то, что они здесь живут, за то, что они освежают детей, за то, что они экономику, в конце концов, территорию поддерживают, да, потому что, как бы, у нас в том числе и не исключен там какой-то вооруженный конфликт, там, на границах, там, да, и так далее. Поэтому, но говорить о том, что это социальная функция бизнеса, точно такая же социальная функция бизнеса и платить налоги, вот если говорить, как бы, да, о существе вот этой нагрузки, здесь никаких проблем нету. В том, что она, может быть, стоит ее каким-то образом информировать, действительно, может, стоит об этом говорить, но то, что вот давайте все от этого отказываемся, это совсем неправильно. Спасибо, Илья Вячеславович, я бы хотел задать все-таки еще один вопрос, уточняющий Андрею Анатольевичу. Вы лично, как смотрите в будущее относительно северных льгот, как вам кажется? Я думаю, что северные льготы уйдут в небытие и появятся льготы арктические. Чем они будут отличаться? Они будут, я думаю, что они должны отличаться, я уверен, они должны содержать в себе, если что касается денежных, да, так сказать, выражения, то фиксированная сумма, вот как мы устанавливаем прожиточный минимум для разных категорий, да, точно так же должна быть установлена некая, да, так сказать, надбавка для детей, для молодежи, для взрослого населения, но она должна выплачиваться не предприятиями, не предпринимателями, не бизнесом, она должна выплачиваться из федерального бюджета. И причем эта надбавка, она должна быть еще и дифференцирована в зависимости от муниципального образования, потому что в Архангельской области в арктическую зону на сегодняшний день входит, если мне не изменяет память, шесть муниципальных образований. И понятно, что люди, которые проживают, допустим, в Архангельске, да, так сказать, в Северодвинске, для их, да, так сказать, компенсации наших природных условий, для них, наверное, меньше требуется, да, затрат, нежели чем для людей, которые живут и работают в районе Новой Земли. Ну, просто, да, так сказать, и климатически еще нужно смотреть, это проще всего сделать дифференциацию по муниципальному образованию. Что касается, да, так сказать, льгот, которые прописаны вот в действующем сегодняшнем законодательстве по выходу на пенсию, по дополнительным дням отдыха, по оплате проезда, я думаю, что это, безусловно, это нужно развивать. И вот меня всегда в этой ситуации, меня всегда удивляет, что, вот смотрите, у вас у всех такая единая позиция, вот нельзя трогать, нельзя трогать, но трогать-то нельзя, но работать-то надо. Если бы от органов региональной власти, да, тем более, что, да, так сказать, у нас на сегодняшний день нет больших противоречий между представительным органом власти и исполнительным, если бы пошла инициатива, да, так сказать, на федеральный уровень, если бы мы стали предлагать отсюда, да, свое видение, каким образом здесь закреплять людей, а не не констатировать факт, что у нас, так сказать, 10-15 тысяч ежегодно покидает Архангельскую область, молодого трудоспособного населения, то тогда, наверное, да, так сказать, можно было бы создавать уже некие рабочие группы и с привлечением, да, так сказать, в том числе тех депутатов, которые представляют Архангельскую область на федеральном уровне и те, кто работает от нашего региона в Сенате. Спасибо, Анна Литович. Мне кажется, Вы не совсем справедливы, потому что, конечно же, и депутаты думают об этом, и все патриоты. Нашей области и нашей страны, и даже то, что сейчас у нас идет общественная дискуссия… Но если мне сегодня досталась роль той бабы-яги, которая против… Нет, Мишки Квакина. Мишки Квакина. Да он же потом перевоспитался, он стал хороший. Я думаю, что даже то, что мы сейчас обсуждаем, оно тоже породит, как минимум, некоторые идеи, которые могут быть воплощены в жизни. Коллеги, мы прошли по кругу, каждый смог высказаться, и сейчас у нас начинается дискуссия, пожалуйста, нужно задавать вопросы друг другу. Да что друг другу задавать вопросы? Ситуация там предельно ясна. Если обращаться к Курьфу и Петрову, классическое выражение Остапа Бендера «Запад нам поможет», «Запад нам только мешает», а не помогает. Поэтому, естественно, нужно рассчитывать на свои силы. Второе, я думаю, лукавят наши руководители предприятий, представители отдельных бизнес-сообществ, когда говорят, что для них это сумасшедшая нагрузка именно вот эти районные коэффициенты, северные надбавки. Если честно говорить, немногие, хотелось бы статистику от РИАД профсоюза получить, а вообще, где у нас, какие предприятия обеспечивают бесплатный проезд раз-два года? Вот это вот касается людей, а то, что в нашу заработную плату, которая составляет чуть больше 30 тысяч по кругу на всю область, она составляется-то из разных. Один там, как господин Сечин, 4,7 миллиона в день рублей у него заработная плата, но руководитель Роснефти, скажем, господин Миллер, там, по-моему, отстал что-то, подкачал, у него все, 2,4, то ли 2,7 миллиона рублей в день. А средняя заработная плата, получается, от минимального размера оплаты труда, и вот как раз. Поэтому, я думаю, как бизнес-сообщество, конечно, что-то совершенно стоит надо. Но мы должны правильно, вот Андрей Анатольевич, когда он говорит, что я как раз противник, и 20 лет, мы не должны забывать и другое, что объективно сегодня наша область, если было еще два десятка, там, 25 лет тому назад население, на моей памяти, 1 миллион 574 тысячи человек, то сегодня мы уже падаем за миллион 200, коровы языком слезнуло почти 400 тысяч человек. Если не поддерживать северную территорию, например, Архангельской области, то давайте пригласим китайцев тогда вахтовым методом, если мы своих, извините за выражение, избилилить. Кстати, я вот хотел сказать, что в законе о вот этих вот оторах, там указано о том, что целые производственные площадки могут формироваться из жителей иностранных государств. То есть, этот закон косвенно способствует тому, что часть китайцев приедет на Дальний Восток. Более того, получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется. Ильич, надо сказать, что в этом законопроекте учтен опыт наших соседей скандинавов. Я просто напомню, что северные территории скандинавских стран имеют льготы. И в частности, там есть одна такая льгота, которая позволяет бизнесмену, который работает в сложных условиях крайнего севера, их не платить соответствующие налоги, которые как раз, вот так сказать, налоги на трудовые ресурсы. За своих работников они платят, так сказать, совершенно, как бы так сказать, или совсем освобождены, или платят совершенно... И закончу, так вот законопроект, который прошел в Думе, первое чтение, он в том числе предусматривает особую систему налогообложения. И я думаю, что если его внедрят на Чукотке, то я думаю, что этот закон там будет работать. Хотя бы потому, что в Архангельске последние данные, которые я видел, я не знаю, где там 30 взяли, я со сайта Росстата взял последнюю размещенную информацию, у нас там 30 и нет, 29 небольших средних зарплатах по региону. На Чукотке, в том же, да, так сказать, документе Росстата, там уже 70. Вот это я понимаю северное. Вы знаете, здесь, когда говорить о Скандинавии и их социальном, как бы сказать, богатстве вот этом, да, не совсем корректно. У нас Россия то ли на втором, то ли на третьем месте по добыче, значит, нефти в мире. Первое место это Саудовская Аравия с населением 60 миллионов человек, на третьем месте Россия 139 миллионов человек, а на втором месте, значит, Норвегия. В Норвегии живет 6 миллионов человек с таким огромным богатством нефти, которое он не имеет, конечно, на 6 миллионов, чего не делить. Секундочку. И не это. Не, секундочку. Мы должны... Мы должны... И учитывают добычу сланцевой нефти. Андрей Анатольевич, мы должны сказать, что там 70% от прибыли углеводорога, они идут в казну государства. А у нас в Российской Федерации 30 только процентов при таких богатствах. А остальное уходит в США в виде этих государственных бумаг и значений. Уважаемые... И это же еще одна маленькая марка, просто, да, так сказать, у телезрителей может сложить сомнение, что на самом деле, значит, уже мы можем со 100% гарантией утверждать, что Персидский залив находится, так сказать, в районе Карского и Баренцевого моря. На самом деле, по самым оптимистическим прогнозам, запасы нефти на шельфе арктической составят всего 3% от того, что мы на сегодняшний день имеем в России. Поэтому говорить о перспективах каких-то, так сказать, бурного экономического роста в связи с шельфом, я думаю, что не стоит лет 50 еще. Андрей Анатольевич, я не знаю, на какую вы эту статистику о какой статистике говорите. Это не статистики, это научные данные, которые фактически дают, что дискуссии надо. Есть статистика, а уже реальность, что мы сейчас... А я вот буквально месяц назад общался с советником аналитического, значит, центра правительства России. Он мне подарил вот такую вот большую книгу о перспективах мировой энергетики до 40-го года. И вот то, что я вам сказал, вот там соответствует. Это, по сути дела, информация, на основе которой принимается решение календарного в России. Да, давайте вернемся к нашим северным льготам. Понятно, что можно говорить про опыт зарубежных стран или про перспективы освоения шельфа. Вопрос достаточно простой. Существует, пока что, я насколько понимаю, не очень большой, но тем не менее существует некий риск, некая угроза того, что северные льготы будут отменены. Я хотел бы задать вопрос Павлу Валерьевичу, которому тут тоже такая роль досталась страдательных. Павел Валерьевич, если предположить, что действительно отменят или урежут каким-то образом северные льготы, насколько это серьезно может сказаться на трудовых ресурсах, на демографии, на экономике нашей регионе? Ну, здесь я отметил бы, что действительно это скажется серьезным образом, потому что составляющая заработная плата и северная отбавка и районный коэффициент являются внушительной честью. Даже вот по бюджетной сфере видно, что, ну, на самом деле у бюджетников не такая большая заработная плата, видно, что эта составляющая такая очень… если завтра вдруг произойдет это, то это лишение такой составляющей, оно серьезно повлияет на бюджет конкретного человека, как на самом деле так. Но завтра этого не произойдет, вот, и если какие-либо документы появятся на федеральном уровне, я думаю, что в обязательном порядке все это будет обсуждаться регионами, которые входят в территории Крайнего Севера, думаю, что не один раз мы будем собираться и проводить дискуссии на эту тему, если появятся такие законопроекты. Вот, но когда мы говорим о том, что где сейчас эта составляющая заработная платья, по большому счету она сейчас заложена во всех планах. Если говорим про бюджетные учреждения, она в бюджете. Если говорим про коммерческие предприятия, она в финансовых планы предприятий. Поэтому, по большому счету, если вдруг одномоментно завтра эта набавка отменилась, то бюджет это предприятие сверстан на нас. Сейчас они проходят утверждение. Бюджет проходит утверждение в региональных парламентах, финансовые планы проходят утверждение на Советах директоров, поэтому сами денежные средства, они уже изначально заложены. Конечно, это даст определенную спекуляцию для, о чем говорил Александр Николаевич, манипулировать людьми и переводить это в переменную составляющую, в так называемые стимулирующие выплаты, даст руководителям предприятий. Поэтому рассуждать по этому поводу можно долго. На самом деле, я лично считаю, что в ближайшие несколько лет вопрос об отмене северных надбавок стоять, подчеркиваю, несколько лет стоять не будет. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, уважаемые участники дискуссии, вопросы друг другу есть еще? Вот Андрей Анатольевич задал такую дискуссию, там, тему, что мы все за то, чтобы ничего не менялось, а он один за то, чтобы какие-то изменения прошли. И, наверное, там в его речи, наверное, прозвучало несколько действительно таких моментов, которые имеют место быть. Это уровень выплаты начальнику и руководителю. Если мы вспомним историю, то вот северные надбавки, на первом этапе там существовал потолок выплаты северных баллов, сказать, что ты можешь получать северные надбавки и коэффициенты, но не более там 300 рублей. Потом, с учетом роста заработной платы, это все ушло, изменилось и стали платить полностью от твоего должного оклада и тарифной ставки все северные надбавки. Конечно, может быть, вот этот механизм, который существовал на первых этапах, когда государство вводило такие льготы, он был более социально справедлив, и можно было какие-то прогнозы делать, в том числе и по размерам выплат, которые осуществляют в том или ином регионе. Сейчас-то, наверное, вещь идет не о том, что мы взять все и отменить, или вообще ничего не менять. Это две какие-то крайности, которые есть с одной стороны и с другой стороны. Мы понимаем, что когда государство задумало эту политику, то, может быть, и социально-экономические условия были другие. Там регулировалось все на уровне государства, государство в своих планах планировало в том числе и выплату этих северных надбавок, и, в принципе, разрешало предприятиям, которые все были в государственной собственности, их выплачивать. Сейчас механизм изменился. Да, действительно, Павел Валерьевич сказал, что, в принципе, все надбавки закладываются в себестоимость продукции у тех предприятий, которые действуют и работают у нас или в арктическом зоне, или в северной зоне, как можно по-разному в этом отношении говорить. Но, конечно, мы же говорим о том, что, во-первых, создать условия для того, государство должно создать условия для того, чтобы люди здесь работали. Если предприниматели сейчас некоторые говорят, что мы там надбавки платить не будем и на половину заработную плату урежем, ну, наверное, это тоже какое-то есть лукавство, потому что тоже никто работать не будет в таких условиях, люди просто отсюда вынуждены будут уехать. Как вот говорят молодежь, которая сегодня проголосовала в САФО за то, что там урежут, зарплата упадет на два, никто работать здесь не будет, поедем куда-нибудь в Сочи или в Крым. Там будем осваивать и там будем работать. Поэтому, конечно, в этом отношении здесь это такая позиция, она, наверное, сейчас, в настоящее время существует, когда есть механизм, все понимают, что надо что-то с этим делать, но никто не знает, как. Вот мы к этой теме и подошли, что действительно, может быть, у нас в настоящее время накопилось очень много законодательных актов. Я могу приводить примеры, когда мы говорим, направляем кучу запросов, в том числе и Минюст, и Минкрут, и нам никто не может ответить, никто, все боятся прикоснуться к тем законодательным актам, которые были приняты в 20-х еще годах, в 30-х годах, но никто не хочет этим заниматься. Слишком серьезный, может быть, или больной вопрос, или хотя, что, может быть, придет следующее поколение, оно как-то их рассудит или, может быть, само рассосется. В некоторых случаях не рассасывается, действительно, надо будет какие-то решения принимать. Но хочется, чтобы вот государство все равно, мы здесь, наверное, сходимся в одном мнении, что государство должно регулировать вопросы работы на крайнем севере. Создавать какие-то правила игры. — Государство провозгласило себя социальным. — А не просто отпустить этот свободный рынок, взят все и отменить. Да, может быть, какие-то законодательные акты, которые действуют, они нуждаются в изменении, в реформировании, в пересмотре. Но это же, опять же, позиция государства. И государство здесь не должно уходить с этого поля. Вот я думаю, что вот на этом, наверное, нам надо всем работать, чтобы какие-то предложения были выработаны, которые были интересны и для бизнеса, которые бы защищали людей, но тоже бы позволяли Северу развиваться. — Спасибо большое. — Почка зрения очень правильная. — Да. — Мне кажется, Александр Владимирович, мне кажется, у вас очень хорошая инициатива, на самом деле, прозвучала о том, не выдвинуть ли своего представителя в этот самый общественный совет. — Я же предлагал уже сегодня сделать. А то Андрей Николаевич тут нас представил консерваторами, вот тех, которые пытаются отстоять северную льготу, а он у нас один либерал. Так что здравый смысл есть, надо поработать для того, чтобы послать нашего представителя в общественный совет и отстаивать права, это ничего страшного. В конечном итоге, я вот сейчас не знаю, может быть, Юрий Вячеславович, там меня немножко поправит, он политик молодой, думающий. Ведь был у нас комитет по северам Государственной Думы, и там вопросы рассматриваются именно этого характера. — И в Совете Федерации он был. — А? — И в Совете Федерации. — И в Совете Федерации. — А я, насколько знаю, сейчас вроде этого нет. — Этого нет. — И более того. — Смотрите, извиняюсь, посмотрите, тенденция. У нас с сентября месяца нет министерства, которое отвечает за региональное развитие. Распределили полномочия, да, так сказать, по другим ведомствам, но при отсутствии ведомства, которое определят, должно было региональную политику государства, мы можем смело говорить, что на сегодняшний день у федерального правительства такой политики нет, и она не предвидится. Значит, что делать на региональном уровне? Единственный вариант — спасение утопающих, дело русских утопающих. Инициатива должна идти с региона. И вот этот упомянутый сегодня уже трижды, да, так сказать, о Юрии Вячеславовичем закон, он ведь там еще есть замечательный один пункт, да, о том, что регионы могут проявить инициативу и войти, да, так сказать, в последующем, так сказать, в круг тех регионов, на которые будут создаваться эти территории опережающего развития. Такие сколков расширенного, так сказать, типа. Но я говорю, но здесь в регионе должна идти, да, так сказать, работа для того, чтобы на федерацию сегодня предлагать, а в каких-то условиях и даже требовать. Вот смотрите, сегодня, на самом деле, сегодня идет очень большая, в том числе и нормативная работа по формированию подходов к арктической зоне. Вот степ-бай-степ, да, так сказать, один документ приняли, второй документ приняли. Сейчас на подходе, да, так сказать, там, третий документ, который будет уже непосредственно определять правила здесь, да, так сказать, как здесь мы будем с вами существовать. И чем отличается, да, так сказать, жизнь в Архангельске будет, да, так сказать, от жителей Березника, потому что Березник не ходит в арктическую зону. И где вот эта грань, да? Помните, сколько было сломано, вот, Александр Владимирович, сколько было копий сломано, да, так сказать, когда наши районы Архангельской области, кто-то попадал в эту, да, так сказать, в северную территорию, а кто-то не попадал. Сколько труда было, по-моему, чтобы протолкнуть. Сколько там, так сказать, в Москве приходилось работать. А сегодня мы по арктической зоне, да, мы фактически приняли как данность, что у нас Мизень, да, так сказать, Лишуконья и Пинега три района одинаковы, но один из них в арктической зоне, а два других не в арктической зоне. Мы не пролоббировали своих интересов на уровне федерации. И следующим этапом будут определять как раз, да, так сказать, правила финансирования арктической зоны. Кто должен лоббировать? Извините, кто должен лоббировать? Безусловно, вот все присутствующие здесь, это, я думаю, что это тот инструмент, который в слаженной, так сказать, системе работы может продавить сегодня любую идею. Это представительная власть, да, так сказать, все фракции, причем все фракции, которые едины здесь, да, и власть исполнительная. Спасибо большое, коллега. А гражданское общество поддерживает. У нас время, время у нас эфира подходит к концу, у коллег-журналистов есть вопросы, пожалуйста, Ирина Николаевна. У меня вопрос, здесь есть представители всех фракций областного собрания, здесь есть и не представитель фракции, но депутат областного собрания, председатель федерации, и есть представитель региональной исполнительной власти. Можно ли рассчитывать избирателю, налогоплательщику на то, что в ближайшее время на сессии областного собрания будут либо парламентский част, посвященный вот этой проблематике, либо какая-то другая форма, чтобы выработать какое-то единое решение от региона и направить его в дополнение к той резолюции, которую приняли митингующие в минувшую субботу и воскресенье? Можно я отвечу? Я начну, а вот, может, Александр Николаевич продолжит. Вообще, у меня вот делась идея такая, вот, если коллеги поддержат, я готов взять на себя, подготовить текст обращения в адрес федерального правительства и законодательных органов по поводу продолжения вашей резолюции и внести его на декабрьскую сессию. И, по-моему, это может быть только единственная форма, это именно в виде обращения, потому что парламентский час, он может быть посвящен только региональному делу. Я готов сделать, если коллеги этот поддержат. Вы знаете, мысль, вот, я не случайно Юрий Вячеславович упоминал, очень правильная. Там единственное, мне кажется, что нам при подготовке обращения нужно будет тщательно подойти все же к этому вопросу, с учетом того, что все же мы сейчас отнесены к практической зоне. Это раз. Второе, более тщательно поизучать, что там в недрах правительства зародилась вот эта идея. Говорят, зреет, зреет она, но выплеснулась вот на это. Поэтому, я думаю, от имени областного собрания мы вправе выступить с обращением. Единственное, что в чем может быть сложность, да, законодательное собрание, наше областное собрание, это орган законодательный, да, и, соответственно, реагировать он может на какие-то конкретные законопроекты, да, реагировать на дискуссию с законодательным собраниям Архангельской области. Я не знаю, насколько это будет с точки зрения… Нет, никаких проблем нет. Здесь, я знаю точно, что было, вот когда у нас присоединялся Крым к России, еще после референдума крымского, значит, в середине марта 2014 года в ряде субъектов были внесены обращения по поддержке этого процесса, и это было в правом поле России, так что никаких проблем нет. Я, знаете, еще хотел… Можно я вот продолжу, вот, Константин Евгеньевич, вот, когда в 2011 году депутат нашей, значит, партии Епифана Ольга Николаевна избралась в Госдуму, она изучала вопрос по поводу, есть ли вообще какая-то концепция развития северных территорий России. Оказалось, что начиная с 90-х годов ни одного документа, который должен подчеркнуть, каким образом мы будем развивать эти территории, в России, к сожалению, нету. И вот здесь вот продолжаю этот мысль Андрея Анатольевича. Может быть, вот у нас есть, как бы, арктические вот эти территории, есть Министерство по развитию, значит, Крыма и Севастополя, есть Министерство по развитию Северного Кавказа, есть Министерство по Дальнему Востоку. Предложите Федеральному правительству Министерство по арктическим территориям. А сначала предложите нашему губернатору сформировать структуру, которой Арктик будет заниматься на региональном уровне. Потому что у нас даже здесь функции возложены на советника. Советник по вопросам Арктики – это очень ограниченная полномочия. А кто назначен? Левит. Вы хотите еще одну бюрократическую структуру? Нет, здесь согласен. У нас нет стратегии. У нас есть вице-губернатор по развитию Соловков. И у нас нет человека, который отвечает за развитие Арктической зоны. На самом деле очень здравая идея, конечно же. Я хотел бы все-таки... Уважаемые коллеги, мы хорошо пообсуждались сегодня. Я просто хотел бы давать своему заключению, послушав всех вас. Вы знаете, я считаю, что все-таки не поторопились профсоюзы. И вывели людей на улицы, и поддержали их политические партии. И в нашем случае лучше предотвратить какую-то возможную угрозу. И вот в этом русле общения мы все-таки пришли к тому, что, на мой взгляд, нужно защищать ту позицию, которая есть сегодня. Это позиция северных. И разрабатывать позицию, ну давайте назовем их арктических. То есть того, чтобы мы входили в эти вот торы. Поэтому и само вот это решение, которое мы сегодня выработали, значит, это предложение, оно очень здравое. Но в то же время, на не забывайте о том, что нужно отстаивать те позиции, которые есть. То есть я понял, пока со штурмом Кремля мы подождем. Нет, мы, значит, здесь будем и там. Поэтому, ну вот у нас хороший диалог получился. И я думаю, что, ну, в принципе, друг друга все поняли. Я, может быть, немножко развью вот мысли Сергея Анатольевича. Дело в том, что, да, как бы посыл Андрея Анатольевича понятен. Но он такой посыл, я бы сказал, может быть, теоретически. Я бы мог и дальше посылать. Да, потому что сегодня, ведь сегодняшнюю систему северных идеалом-то ведь никто не называет. Понятно, что в идеале, конечно же, компенсация всех вот этих северных гарантий из федерального бюджета. И, кстати, профсоюзы, и не только профсоюзы, об этом говорят уже достаточно давно. Но сегодня мы совершенно четко понимаем, что есть желание, да, а есть реалии. И насколько далеко, далека компенсация северных льгот из федерального бюджета, ну, мы понимаем, что это, наверное, как до космоса, наверное, долететь, да. И поэтому сегодня, мы прекрасно ведь знаем, что в Москве много светлых голов, да, в кавычках. Их там очень много. И сегодня, если эту систему, которая есть сейчас, пускай она устарела, пускай она достаточно ущербная и не отвечает многим реалям сегодняшнего дня, но если ее начнут трогать, вряд ли взамен-то предложат что-то лучшее, чем она. Скорее всего, либо это будет прямое снижение гарантии компенсации, либо это будет их полная отмена с какой-то там определенной, на самом деле, может быть, какой-то выплаты. Но то, что эта система будет хуже, я думаю, с учетом наличия большого количества светлых голов в Москве, я думаю, совершенно точно. Я не соглашусь, поскольку экономические расчеты показывают, что перевод на фиксированную выплату людям, проживающим в условиях равнее севера и уход от системы начисления надбавок в зависимости от заработной платы, от оклада, позволяет сэкономить бюджетные деньги. Только за счет того, что сегодня тратится, да, так сказать, по линии бюджетирования на всех чиновников, на всех, да, так сказать, людей, кто получает деньги из бюджета, вот эта сумма, да, если мы ее перераспределим, в том числе и на детей, то в бюджете деньги еще останутся. Не меньше ли их останется в кармане у работников? По крайней мере, работник не будет зависеть, да, так сказать, от прихоти работодателя. И самое главное, вы когда говорите о льготах северных, вы иногда вспоминаете суть, это что? Это компенсация за проживание в сложных климатических условиях. И, кстати, наравне с северными еще не так давно были южные, да, вот, по крайней мере, я разговаривал с жителем Астрахани, и он мне прямым текстом сказал, он говорит, у нас, да, у нас, да, у нас, да, сложные климатические условия, у нас температура в тени плюс 43, как работает? Я говорю, сколько у вас надбавка? Говорит, 70% как ладу. Те же самые, что у нас за минус 42, у них за плюс 43. Поэтому, я говорю, надо считать. А вот расчеты, которые уже были сделаны, они говорят о том, что сегодня деньги расходуются неэффективно, бюджетные. Спасибо, Анна Витальевич. Тут ведь вопрос еще в том, чтобы при эффективном расходовании денег население осталось в Архангельской области, не откочевало все в Астрахани. Ирина Николаевна, пожалуйста, еще вопрос. Ну, вот еще один вопрос. А есть ли какая-нибудь вот цифра, ну, приблизительно, а сколько должна составить компенсация за проживание вот в существующих климатических условиях жителям Архангельской области, в том числе и детям? Моникозапска. Я уверен, что у них цифры даже... В Архангельске, надо говорить, да, так сказать, либо в Архангельске, потому что Архангельская область у нас настолько большая, что эта компенсация, она должна быть разной в зависимости от муниципального образования. Ну, давайте Архангельск. В Архангельске это считается. Считается, это наши затраты на приобретение теплой одежды, это наши затраты на... Это что, потребительская корзина получается? Фактически, да. Фактически, да. И на приобретение, так сказать, витаминосодержащих продуктов. Плюс ко всему, так сказать, вот я говорю, это в принципе техническая работа. У нас потребительская корзина, которая государством утверждена, это, извини за выражение, ноги протянуть можно. Ну, вы ведь здесь государство представляете, не я. А может быть, какой-то усреднённый? Нет, обычно даётся фиксированное. По-моему, Юрий Вячеславович какую-то цифру озвучил. Павел Валерьевич меня поправил, 11 тысяч. 11 тысяч, это примерно стоимость такая самая... Это трудоспособного населения, трудоспособного, надушного... Надо ещё верю, надо обязательно по детям добиваться. На стариков, а на детей поменьше. Потому что если дети, так сказать, у нас не обеспечены витаминами, так сказать, и прочими, прочими, у нас большинство населения не в состоянии, так сказать, сегодня качественно, при условии роста цен на продукты, которые нас, так сказать, уже догоняют. Мы всё больше и больше будем сталкиваться с этими проблемами. Павел Владимирович, я всё-таки хотел бы ещё раз вернуться к вопросу об общественном совете. Вот как, насколько, с Вашей точки зрения, реальная идея ввести туда представителя Аркангельской области? Что для этого должно произойти? Я посоветую зайти на сайт Министерства труда и социальной защиты. Там есть положение об общественном совете. Там есть вопрос, связанный с ротацией общественного совета и членов общественного совета. И думаю, что всё вполне реально. То есть это возможно, да? Ну, естественно, решение принимает само Министерство. Конечно. Нет, решение принимает общественный совет о ротациях тех или иных членов. А, в персональном тоже, да? Да. Просто утверждается положение об общественном совете, подписывается министром введение и вывод члена общественного совета, а всё остальное принимается в члене. Павел Владимирович, мы в этом направлении тебя поддержим. А кто думал представлять нашу регион в этом общественном совете? Бан Шараба, представители общественных организаций, политических партий, представители, допустим, учреждений социального обслуживания, социальной защиты, ну и так далее. Вот они сейчас и входят в общественный совет при Министерстве труда Российской Федерации. Понятно. Большое спасибо. Ещё вопросы, пожалуйста, коллеги и журналисты. Да и так всё ясно. И так всё ясно. Вопросов больше нет. На третьем разу сейчас пойдём. Вопросов больше нет. Мы уложились в полтора часа, без двух минут. Всем большое спасибо за интересную плавотворную дискуссию. До новых встреч в нашем кресте.